Вот она остановка дом отдыха Бета, остановка, здесь сразу все указано, и собственно вот контрольно-пропускной пункт, идем. Стоит отметить, что до административного корпуса идти прилично, поэтому если вы с сумками, то позаботьтесь о такси. Вот собственно этот корпус, мы его посмотрели, и нам его нужно обойти. Вот мы нашли главный вход, в который нам нужно войти и зарегистрироваться. Вот ребята такие здесь красоты, и мы приближаемся к моему корпусу, у меня корпус номер 3, пойдемте, я вам все сейчас покажу. Дайте, пожалуйста, 20-й Б, спасибо, проходим, здесь у нас зеркало. Вот здесь такая общая комнатка, где можно посидеть. В целом, смотрите, неплохой ремонтик, хорошенький, не садыб, как я думала, все такое приличненькое, чистенькое. Стан с информацией. Так, а нам с вами нужно на второй этаж. Мы поднимаемся, здесь тоже все достаточно цивильно, чистенько, аккуратненько, красиво. Снимаем зеркало. И мы поворачиваем налево. Вот ребята, мы подходим к моему номеру. Ничего не видно. Открываем. И заходим. Сейчас я вам все расскажу. Вот у нас такая душевая комната. Два смежных номера. То есть здесь двое человек живут, и здесь, по идее, должны жить двое человек. Если номер смежный, значит санузел у них общий, то есть туалет и душ на четверых. Проходим номер. Вот мой номер. Что здесь есть? Есть телевизор. Холодильник. Рабочий. В моем холодильнике, правда, мышь повешивалась. Ну, ладно. Каждый у меня по тумбочке. Вон моя, да, видно. Два стула. Один у меня на балконе. Стол. Зеркало. Две кровати. Светильник на каждой кровати. Общее освещение. И шкаф. Обычный шкаф. С полочками. С местом для вещей, которые нужно повешать. Также у нас есть вентилятор, только мы им не пользовались. Лично я боюсь простыть. Ну, ребята, да, конечно, условия не самые идеальные. Однако сюда люди едут не за этим. А сейчас я вам покажу, зачем же все-таки сюда едут. А едут сюда, ребята, вот за этим. Прямо за этими деревьями у нас расположено море. Черное море, ребята. Здесь просто нереальный воздух и шикарный вид. Вы только посмотрите. Какая красота. Вот сюда едут за этим. А сейчас, ребята, я хочу показать вам, как выйти из моего корпуса и пройти к морю. Если мне не изменяет память, то на сайте было указано, что до моря 400 или 500 метров. На самом же деле, я считаю, что тут гораздо-гораздо дольше. Посмотрите сами. К тому же есть один нюанс. Это лестница. Лестница, на которой 200 ступенек. Смотрим. Вот она та самая пресловутая лестница, о которой я говорила вам ранее. И если спуститься по ней и не составляет особого труда, то подняться, конечно же, намного проблематично. Всего здесь около 200 ступенек. Есть местами скамейки, чтобы отдохнуть. Хоть это немного спасает ситуацию. Но, опять же таки, если ты молодой, здоровый, классный, супер, для тебя это фитнес. Однако контингент отдыхающих здесь все-таки больше. Люди возрастные. Поэтому это далеко не самый удобный способ. А если, например, ты человек с ограниченными возможностями физическими, тогда для тебя спуск к морю будет вообще непостижимой роскошью. Так как здесь абсолютно не предусмотрено ни пандусы, ничего, доступная среда. Не, не слышали здесь об этом. Конечно же, могут сказать люди, что есть другой вариант пройти через КП, контрольный пропускной пункт. И, действительно, это вариант, так как там нет ступени. Однако продолжительность такого пути будет гораздо большей, чем спуск по этой лестнице. В общем, из двух зол, какую выбрать, думайте сами. Вот, ребята, это лестница. Хочу показать вам ее воочию. И это только начало. Вот так выглядит. А после лестницы нас ожидает мост, который надо пройти. Пошли. Кстати, эти двери, вот этот вот замок, вот он, закрывается в 9 вечера. Написано. Никогда на самом деле не проверяла, не знаю, так это или нет. Однако, есть табличка, на которой указано, что это именно так, что в 21.00 закрывается и проход только через контрольный пропускной пункт. Наконец-то мы на месте. Ребята, сейчас мы с вами ведем столовую дома отдыха Бетты. Вот такая вот столовая. Вот такой здесь вид. Вон там. Вон там. Красивейшие розочки. Вон там тоже розочки. И вот сама столовка. Пойдемте. Вот мы зашли в столовую. И нам нужно подняться на второй этаж. Сейчас я вам покажу саму столовую. Вот такая вот столовая. Мне очень нравится. Все красиво, аккуратненько. Посмотрите, какие изяточные и острые. Теперь давайте посмотрим сервировку стола. Обратите внимание, какая посуда. Красивая, без скола. Здесь у нас хлеб. Здесь у нас суп. Кормит хорошо. Мне нравится. Ребята, я неоднократно слышала здесь о некой голубой лестнице, которая идет именно из дома отдыха Бетта прямо к морю. В общем, идет 700 ступеней. И на многих сайтах с отзывами именно писали об этой лестнице. И, собственно, я решила ее найти. Сейчас я вам ее покажу. В общем, ребята, вот эта лестница. Некогда она была голубая. В данный момент она свою функцию прямую не выполняет, так как находится в аварийном состоянии. Однако я слышала, что есть люди, которые все-таки пытаются по ней пройти вверх. Ребята, это просто опасно для жизни. Посмотрите. Она... Ну просто это все. Она никакая. Она никакая. И по ней вообще не следует даже пробовать. Лично я не буду рисковывать своей жизнью, здоровьем. Мне они еще дороги.